Привет, друзья! В этом выпуске я хочу показать вам крутейшую партию с позиционной жертвой ферзя, сыгранную на турнире в Катаре между лидером сборной Узбекистана Надербеком Абдусаторовым и индийским гроссмейстером Венкатараманом Картиком. Итак, юный Надербек открывает партию ходом королевской пешки, на доске разыгрывается сицилианская защита. Абдусаторов направляет коня в центр, Картик подбирает клетку Е5, белый захватывает пехотой центр и после размена на поле Д4 черный нападает на пешку, белый защищается конем. Перед нами вариант Найдерфа. Надербек агрессивно трактует дебют, разбрасывая слонов по всей доске, Картик нападает на пешку, Б2, белый перекрывается слоном, черная пехота ощетинивается по шестой горизонтали. Ну и здесь гроссмейстер из Узбекистана применяет не самую популярную линию, но весьма ядовитую. Он предоставляет противнику преимущество двух слонов, но в качестве компенсации получая перевес в развитии. Далее он готовит тракировку в длинную сторону, Картику стоит отдать должное, теорию он пока знает, и второго слона белых истребить на мече. Белые рокировали, черные пошли коньце 5, Надербек завершает централизацию. Несмотря на огромный перевес в развитии белых, движок здесь рисует равенство. Хотя подобные оценки в игре за живой доской особого значения не имеют. Картик готовит также эвакуацию на ферзевый фланг, Абдусаторов навешивает лошадя, жертвуя фигуру. В случае взятия белый пробивает пешкой с шахом, закрываться слоном нельзя, из-за удара на поле Е7 белый проводит двойной удар, выигрывая сильнейшую фигуру противника. Если же вместо перекрытия черный отступает королем на Д8, то белый забирает пешку на Ф7. Черный король застрял в центре, как Винни-Пух в заячьей норе. Чисто талевская, не поддающаяся человеческому расчету жертва фигура. Хотя я уверен, что данную позицию Надербек анализировал перед этой партией. Возможно, осознав это в партии, индийский гроссмейстер решил не лезть в воду, не зная броду, и просто ушел в 3-0. Абду Сатуров пробивает на поле Д6 с шахом, черный меняется и также объявляет шах с поля Б3. После взятия они отыгрывают пешку. Надербек наваливается на ферзя, прицеливаясь к пешке Ф7, картик выписывает шах и на отход короля проводит двойный удар, с нападением на ладью, а также на сильнейшую фигуру противника. На первый взгляд может показаться, что вундеркинд из Узбекистана зевнул качество. Но все учтено могучим ураганом, а Абду Сатуров пробивает на поле Б5, жертвуя ферзя. В результате белые получают ладью и коня за сильнейшую фигуру противника, и в качестве бонуса за смелость атаку на черного короля. Картик связывает коня, король на всякий случай уходит на поле А2. Чтобы не было никаких темповых взятий с шахом, черный нападает на ладью, белый устанавливает ладью на защищенное поле. Венка Тараман готовит маленькую ловушечку, оказывается пешку на Б7 брать нельзя, поскольку черный забирает на поле Д6, устраняя защитника ладьи и получает большое материальное преимущество. Но конечно же Абду Сатуров обходит расставленные сети, забирая пешку на поле Ж7. И в этот момент черным необходимо было истребить корневую пешку белых, нападая на ладью. После хода ладья С3, безусловно, у белых есть компенсация за ферзя, но не более того. В нашем же поединке Катамаран Картик отдал течь, и его понесло в сторону. Желание черных защитить слабую пешку понятно, но все-таки ладья это фигура, которая любит свободу и простор. Абду Сатуров тут же защищает слабую пешку, черный играет ферзя H5, нападая на пехотинца H2 и угрожая шахом. Надербек защищается от шаха, жертвуя пешку, а дальше перебрасывает ладью на седьмую горизонталь. Черная королева продолжает приставать к белым пехотинцам, но им данные отношения неинтересны. Картик запускает пешку по линии А, возможно, с идеей пойти король А7 и выбить опору под белым конем. Но брать пешку, скорее всего, не стоит из-за потери на поле Е5, так что Абду Сатуров просто защищает дополнительно коня. Черные сыграли король А7, белый вторгается на седьмую горизонталь. Еще парочка пехотинцев покидает поле сражения, ферзь возвращается в центр доски, а Абду Сатуров прицеливается к пешке Е6. Венкатараман практически в цукцванге, чем ходить-то? В случае хода король А6, белый нападает на ферзя, дальше шахует и забирает пешку на поле Е6, получая, ко всему прочему, еще и проходную пешку. Ну а на продолжение в партии ладья Д8 Абду Сатуров закаспаривает коня и на оборонительной ладья Б8 проламывает копытами черепандри пехотинцу. Ежели теперь король попытается уйти от вскрытого шаха, то белый все равно играет конь С5, угрожая матом в один ход. На оборонительной ладья Б6 белый шахует по восьмой горизонтали, дальше меняет ладьи, дают шах от коня и черный так или иначе теряет ферзя. На король А8 и король С8 следует коневая вилка, а на перемещение короля на седьмую горизонталь шах от белой ладьи с выигрышем ферзя. Ну а в том случае, если черный дважды забирает на поле Б7, то попадает в совершенно безнадежное пешечное окончание. Короче, прикинув эти несложные варианты, на 35 ходу Картик признал себя побежденным. Ну а если вам понравилась данная партия, ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями, потому что шахматы это круто.